Девушки отдыхают. 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 кстати меня порадовал курс в аэропорту мы меняли доллары на местные фунты курс был 30 с копейками то есть за 1 доллар давали 30 копейками фунтов и разница между обменами курсом было всего в 10 копеек то есть грубо говоря доллара покупали по 30 но 80 а продавали по 30 90 с небольшой курс что приятно потому что что в турции что вот в грузии мы были последние места очень большая курсовая разница здесь кафешки хотим дойти до моря посмотреть короче проблема российского туриста сейчас в том что все здесь цены называют в долларах и в евро и ты получается округляешь то ну то есть они как бы округляют но для них нет такого понимания как там доллар 50 до то есть либо доллар либо 2 получается что с каждого например товара ты какую-то часть переплачиваешь и вот так вот наберется 10 позиций и каждая позиция округляется из-за этого набегает интересная стоимость так здесь куча бляжных товаров есть одежда причем всякие вот эти футболки шмотки все относительно недорогое но я лично здесь не люблю покупать также как в тут все товары потому что все вообще непонятно по какой цене все неизвестно какого качества и грубо говоря если говорят цена 10 долларов ну по факту можно иногда и до двух торговаться но ты никогда не знаешь где дно и какая реальная стоимость товара вот однако мне нужна маска маску наверно все таки придется купить сигареты по одному доллару так в общем маски 9 долларов и дороже можно торговаться конечно но пока мы присоединяемся вот это наверно самая главная площадь на на мобей раньше здесь помню было полно ресторанов много народу движение сейчас конечно значительно меньше людей и кажется сейчас продавцов примерно столько же сколько и туристов здесь нам от центр торговый центр вроде он еще наполнил каким-то магазинчиками а за ним чуть-чуть туда дальше есть большой мол так вот тот мол не работает видимо не пережил кризис не могу сказать точно что с ним случилось но выглядит он совсем заброшенным ребята увидели здесь фикс прайс решили обязательно зайти но мне кажется даже в египетском фикс прайсе нет фиксированной цены и можно торговаться сейчас мы это проверить ну по факту это какой-то вот не фикс прайс смотрите ребята это просто сувенирный магазин не знаю как насчет низких цен сейчас мы что-нибудь вот здесь из еды посмотрим ну вот до чай можно за 15 фунтов взять это где-то на 3 рубля надо нажать по что это такое выше на 1 махарку похоже чай кофе турецкий кофе в общем это магазин про называется найдется все даже кальян здесь можно купить продуктовом магазине а еще здесь можно купить замороженный сок взяли орешков немножко ребят короче купили лосьон вот этот для тела значит от загара 4 пачки орехов разных там небольших и все это вышло 400 фунтов египетских такое впечатление что на кассе там тоже знаете такой счетчик округляет рома ровно 400 если это умножить на 3 до 1200 рублей в египте как в турции тоже можно купить всякие лакос и другие известные марки но качество здесь будет далеко даже даже не турецкая хотя внешне все выглядит практически идентично приноски совершенно другие ощущения хард-рок отель они хард-рок кафе здесь хард-рок кафе там дальше пицца хат вот именно сюда на автобусах и привозят туристов по сути дела сюда многие приезжают чтобы пошопиться не купить недорогие товары но они будут и по качеству такие же недорогие вот например видите кепка гуччи есть но и много других фирм пола а еще вот здесь можно в кафе почел аутить по вечерам общем выяснилось что в египте также как и в россии есть официальный курс здесь он 30 долларов но по факту и здесь не купишь доллара за такую цену то есть их покупают по 35 поэтому здесь все сложно сказать что по каким ценам почему любом случае с какой вы не были валюту всегда считаете и примеряйте нормально ли вам это по карману вот это торговый центр который заброшен он совсем не работает все закрыто и остались только вот такие лоточки так мы искали эти салат короче нас послали куда-то далеко и надолго не нашли решили вернуться в общем что здесь можно вообще в египте посмотреть в египте главное это красное море конечно это кораллы это рыбы это вся красота которая там то есть снаружи это все пустыня с раскаленным асфальтом если вы его найдете то есть конечно шерман шейх это вообще не показатель египта но в целом египте не так комфортно путешественнику как в других странах здесь народ гуля такой бойки постоянно что-то хочет им продать постоянно обмануть то есть если турки как бы аферисты то они обучались в египте она здесь есть магазинчик вова и дима не жмоты все мне собственно говоря не уверен здесь даже вот написано здесь не пристают это точно в это место идти нельзя здесь значит будут приставать больше всего да конечно уж не пристают а вот этих животных наверное не убивали они сами сюда пришли сдались мне вот эти вот из песка нравится при лишь интересное дело такие сюда надо было брать камеру 360 чтобы было видно как со всех сторон тебя сначала приглашают потом вдогонку посылают когда на 360 камера снимает тогда все это очень хорошо видно короче это место по выманиванию денег из туристов а нет ребят беру свои слова обратно вот мы нашли другую улочку и все кафешки сейчас находится здесь возможно я путаю но в любом случае я помню что людей было гораздо больше начинает скоро темнеть и наша экскурсия полутора часовая уже закончится друзья на этом наша прогулочка наверно закончится все что можно здесь было показать я вам показал здесь торговля и те вот кто приезжает на короткий отдых 7-10 дней в отеле по сути дела шопится вкусно кушают здесь им подмешивают в шиш всякий кашиш и всем весело и хорошо ну а наше путешествие продолжается мы еще несколько дней в египте еще будут выпуски до новых встреч пока